На выходных в сольную партию вступят атмосферные фронты, которые придут в страну с территории Карпат. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. В субботу на юго-востоке прогремят грозы. Возможны ливни и град. Ветер закружится, как юла южный с переходом на северо-западный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится. Днём будет расти. В воскресенье синёкую накроет холодная воздушная масса северных широт. Температура в центральной части страны опустится до плюс 13. Проливные дожди в юго-западной части Китая вызвали смертоносные оползни. В провинции Гуанчжоу-Хубэй погибли или пропали без вести 14 человек. Доступ в некоторые горные районы временно закрыт по соображениям безопасности. Молодежь сдает вступительные экзамены в вузы, спасатели переплавляют абитурентов на грузовиках и надувных лодках. Несезонная система низкого давления обрушилась на Кипр с ливнями и грозами. Эксперты заявили, что погода привела в замешательство, ведь такой режим характерен для зимы. Завтра Бобруйск укутают облака, а после полудня возможен дождь. Вероятность грозы 90%. За день ветер сменится четырежды. С южного на юго-западный, затем на западный и в конце придёт северный. Днём столбик термометра будет показывать около 28 градусов выше нуля. Ночью 16 с плюсом. Воскресенье пройдёт под знаком осадков. Синоптики предрекают нескончаемые дожди. Светлое время суток 15, тепла в тёмное плюс 11. Владислав Боев, Бобруйск, 360.